А я ромашки собираю. Раз ромашка, два ромашка, три ромашка. Всем привет! Идём к Куману смотреть, что было на завозе. Смотрите, какие обалденные ромашки. Раз ромашка, два ромашка, три ромашка. А я четвёртую нашёл. Помните про Винни-Пуха и этого самого мультик? И там был, кто это кричал? А я четвёртый нашёл. Не пятачок, по-моему, а ёжик. У них там было столько героев. Вот, кстати, на Вильям Сахуманом. Сейчас пойдём глянем, что там есть. Какие тут цены. Нова коллекция. Цены по ценникам, девчата. Цены по ценникам. Сейчас глянем, что там есть по ценникам. Как всегда, аксановка лаунж. Тихо, спокойно. Кофе продают. Так, барахла, как всегда, целая куча. Куча барахла. Но что радует? Это то, что музыка не орёт. Так, девочки, шторы. Я знаю, что вы любите это дело. Шторы есть. Шторы есть и шторы симпатичные, кстати. И шторы в хорошем состоянии. Цена на них 130 грин. Вот такая вот, допустим, кухонная... Кухонная ферраночка. Бачите. Вот вторая, по-моему, из этой серии. Тоже 130 грин. Можно купить две и сделать себе. Знаете, вот такие, как вот так вот они идут и вот так вот на окне. Есть шторочки. Видите, с рюкшиками они уже готовые. И цены на них, я вам хочу сказать, вполне даже очень приличные. Нормальные, в смысле. 75 гривен вот это вот. Это в завоз. И качество у них такое очень хорошее. Очень даже неплохое качество. Вот они все стёганы уже по краям. Вот 75 гривен. А, не, 95 гривен. Слепа камбала. Другой тиждень сейчас новой коллекции. Вот эти хорошие тоже. Тёмно-синий цвет. Вот. А это уже органза. Но органза, она не дышит. Она, конечно, красивая, но она не дышащая вообще. 130 гривен. И вот такие вот шторы. Вот такие прям тяжёлые они. Вот они уже с этими, всеми делами подшитые, собранные. Такие жёлтенькие. Вот такие тяжёлые шторы стоят, сейчас скажу, 250. А это уже, наверное... А, нет, тоже шторы, видите? На кухню, в клеточку. Вот такие вот они. Мне, кстати, так нравится вот такого плана на трубу, когда их вешивают. Такую метрическую. На вот таких вот этих петельках крупных. Их тут две. Они в комплекте, девочки. Они в комплекте. Этот комплект обойдётся. Сейчас скажу, сколько денег. 200 гривен. 95 плюс 95. И цвет, кстати, очень даже ничего. Хороший такой. Такие они по ширине где-то. По ширине они. Они, конечно, странные чуть-чуть. Они какие-то узкие. Вот. Они типа узкие. Такие по метру в ширину. Даже меньше тут, чем метр. И сверху они на вот этих вот петлях. Классно. Очень симпатичная. На кухне он такая, как лён, что ли, с чем-то. Но он и сеточкой, видите? Они дышащие. Они на кухне будут дышать. Они как новые, кстати. Они, вот видно тоже на кухне. На кухне, да. Да. Скорее всего. Вот эти интересные, конечно. Кому в зал. Они с люверсами уже. Вот цвет. Вот цвет, да, классный. Это будет, знаете, как, если в спальню закрывать свет, если хоть хочешь поспать. Блэкаут не звучит. Мне эти нравятся. Только вот этот интерьер. Угу. Вот эти интересные. Цельские классные. Такая ткань, если покупать новую на штору, она будет стоить денег, может очень. Может очень из неё можно сделать всё, что угодно. Покрывало, да. Можно на кресло. Вот это что всё-таки. Цель тоже кухонная. И воно такая тоже натуральная, хлопковая. Вот это тоже интересная, красивая. Смотрите, какая выбитая. Ой. Мне это нравится. Очень красивые, да. Шторы суперские. Они дышащие, самое главное. Я не люблю, когда, знаете, это органза, но не дышит. Мне надо сразу три больших и не плотных, а почти тоненькие. Мне вот это тоже понравилось. Блин, такая классная. У кого есть стиль. Она тяжёлая. Да, она тяжёлая, но она красивая. Ну, надо под интерверком, потому что так она будет немножко леповато. Классно, да? Но она красивая, конечно, вообще. Вот такая вот она. И она большая. Их две. И цена она тяжёлая, я сейчас скажу. Ой, сколько там? Сейчас я заберу. Цена 210 гривен на дна. Это, кстати, нормально. Нормальная цена. Они такие огромные. И тут уже есть, есть эти все дела для того, чтобы нацепить. Уже лента вшита здесь. О, перфоратор заработал. Всё, будет шуметь. Вот кухонные. Такие плотненькие. Из них, кстати, можно перешить на эти шоперы. Ткань такая хорошая. Сколько штор? Вообще штор море. Вот эти я показывала с люверсами. Вот они вторая. Это вторая штора. Там есть первая. Вон первая вот. Полотенец тоже море. Я вот такие люблю яркие. Кстати, такой классный хлопок. Я не люблю тяжелый. Знаете, есть полотенца, которые, как для гостиниц, они тяжелые. Сильно махра такая толстая. Они, конечно, качественные, но их не люблю. Я люблю вот такие вот. Как пляжные, чтоб они легенькими были. И довольно таки в хорошем состоянии. 130 гривен, но такое большое. Если дождаться скидок, то можно их купить в два раза дешевле. Вот это все наволочки на подушке, но они прямоугодные, по-моему. А я люблю квадратные. Знаете, я как вот из этих мультиков люблю квадратные. Там дети с квадратными головами, эти герои. Такие. Вот интересное полотенце. Или это накидка на что-то. Или это полотенце. Не знаю. Какой-то бренд вот такой. Вон обувь. Вот это классная она. И она тоже дышащая. Но стоит будет 289. Короткий что ли? Короткий, а? Угу. До подоконника это, наверное, будет. Ну широкий. Они как кухонные, значит, они. Да, они короткие, да. Некоторые. Они в длину. Вот они уже идут с крючками. Они в длину где-то метр двадцать, метр тридцать. Но они широкие. Их можно... Можно, да, можно их собрать красиво. Та органза. Я органзу вообще не люблю. Вот они тоже на вот этих вот. Эти лёгенькие, классные, конечно, цвет. Но она нифига не дышит. Это на любителя, конечно. Органза стоит, сейчас скажу сколько. Органза сто тридцать. Это тканевые. Это модные сейчас такие, знаете, из натуральных тканей. Всякие интерьеры. Ну, прям здесь уже со всеми бубенчиками. Итальянские какие-то. С бубенчиками. Восточные, да. Восточный стиль. По-богатому. На любителя. Это я не могу понять. Это, по-моему, не шторы. Это, по-моему, под одеяльник девочки. Это уже, по-моему, постели. Пледы, да. Вот это смешная расцветка, как пижама. Вот это вот классная. Стоят эти всякие пододеяльники. Стоят это 130. Вот тоже плед хороший, серый. Плед с этим. А шторина где? Да, симпатичный цвет такой. Да, на люверсах она уже сделана. Тут шторы вон. Видимо-невидимо. Можно найти. Эти шторы можно себе что подобрать. Их много пока. Это что-то красивенькое тоже. Но оно какое-то узкое. Вообще, по-моему, скатерть. Да, это скатерть на 100, а она новая. И стоит эта скатерть 110 грн. Тоже хорошенькая такая. Тоже с крючочкой, с ленточкой. Так, вот она я. Так, а тут обувь. Обувь. Обуви много. Классные кроссовки. Кстати, такие легенькие вообще. Супер на лето. То, что надо. 700 грн. Тоже какие-то легкие. Рыбаки. Девчачьи. 600. Они, кстати, вообще, они не убиты. Они в очень хорошем состоянии. Этот размер, наверное, 36. Если там видно будет какой-то размер. Да, 36. Я так увеличила. Вот тоже кроссовки Adidas симпатичные. 900 грн. Размер я не вижу. Какой тут размер. Что там уже все так залеплено. В общем, девочки, кто с Одессы, может приходить. И кроссовок здесь море. Тоже классного цвета. Но это не фирменные. Это китайские. Такие вот они. 470. Это же у нас. Тоже 470. Потому что это китайщина. Это я не знаю, что написано. Тоже фуксийные. Такие симпатичные кроссовки. Где-то сороковой размер. А, вот. Вот бренд. Какие-то Adidas. Такие вот здоровенные. Hike написано. Это для хайкинга. Такие хорошие. Тут размер, наверное, 41-42. И синий больше. О, платформа. Смотрите, на эту платформу. Тут платформа, наверное, 1,8 см. Дживана. То есть, на таких тапочках наступить на камушек, то перелом обеспечен. Симпатичные. Найки. Такие вот уже хорошенькие. Цена. 1150. Что-то они, Найк, так не ценят. Важно, Adidas так не ценят. Найки за тысячу цена. А эти. По 700, по 800. Эти тяжелые. Такие тоже трекинговые какие-то. Или как это? Хайкинговые. Мужские. Ёши Ямамо. Отончусь. Ну, то мне кажется, что это поделка. Это не дизайнерские. Хотя. Кто его знает? Мне кажется, такие имеют вес. А может и настоящие. Напишите мне, девочки. Короче, этот Ёши Ямамото стоит 700 гривен. Но они, блин, тяжелые. Такие конкретно тяжелые. Может это не... Может это и не это самое. Может это и настоящие, не реплика. Потому что так вроде сделано, но они качественно. Так, что у нас тут еще есть? Пума. 700 гривен. Очень даже классные кроссовки, я вам хочу сказать. На лето то, что надо. Да. Они не порванные. Нет, тут что-то. Что-то тут было. Все-таки. Вот что-то тут, видите. Протерли дырку в мозгах. Кроссовок. Совет. Кеды совет. Беленькие. Скетчерсы. Кто любит балетки Скетчерс, пожалуйста. Я люблю, кстати, обувь. Скетчерс, она очень легкая. 470 гривен. Шикарные. И это уже вторая неделя завоза. Представляете, сколько обуви еще стоит? Я не вижу тут размер. Вот если вы увидите. Я вот увеличила. Вот такой вот размер. Угу. 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 Какие-то еще тапки. Я не знаю, что это за бренд. Такие, знаете, вообще. Серьезные балетки. Вот эти симпатичные. В общем, обуви много, девочки. Особенно кроссовок. Кроссовок здесь валом. Вот симпатичные тоже такие балетки. H&M. Внизу босоножки всякие. И туфельки. Там у нас маленькие шлепки. Пума симпатичные. Пума симпатичные. Смотрите, подростковые. Это 35-34 где-то. Вот такие вот они классные, классные. 800 гривен. Я не знаю, доживут ли они до... 36-ой там. До распродажи. Тоже. Но народ бегает, меряется. И покупает. До распродажи могут и не дожить. Тоже вон кожаные биркинштоки. Типа. Биркинштоки очень классные, между прочим. Шлепки. Вообще суперские. Но я не вижу на них. И написали. Я думаю, а вон, если вы тут разглядите, что-то вот цена. Ай, много, короче. Шлепки классные на малых. Адидасовские. 420 гривен. Вот на мелких. Тридцатый размер. Тоже на мелких обуви много. Смотрите, какая классная. Вот это чудо двадцать девятого размера. Тоже кому-то. Детских, маленьких. Их вообще здесь море. Море фирменной обуви детской. Детские стоят. Вот это тоже где-то двадцать пятый. Если такое существует. Я уже не помню. Двадцать шестой размер. Это вообще мелкие. Шестнадцатый какой-то, наверное, вот. Вот это вот этих вот размер. А это вот эти вот размеры. Девчанские. Шестьсот. А эти. Четыреста двадцать. Бостоножки такие серьезные. Но они не кожаные. О! Олесия. Пожалуйста. Бачите? Удобно, комфортно и все натурально. Это. Мужские. Такие, знаете. Типа очень удобные. Чтобы ногу нигде их не натирала. Нога чтоб не натиралась летом, дышала. Мужские всякие такие вот. Тапки. Бесценник. Бесценный. Вот одежда. Девчонки, смотрите, какие красивые кусты. На эти кусты, мы говорили, невеста в детстве. Настолько они красивые. И они сейчас еще не желтые, не замученные, а такие свежие сейчас листва. Сочные.